Ну а сейчас мы с вами во второй части нашего видео приступаем ко второму скоростному салату, легкому десерту. Десерт это легкая закуска из красной свеклы, чеснока и майонеза. Врачи рекомендуют красную свеклу есть сердечником, особенно пить свекольный сок, чтобы восстановить баланс кровяного давления, укрепить кровеносные сосуды. Ну а чеснок, сам бог велел, при простуде, против простуды, как профилактика и вообще для укрепления иммунитета. Ну что ж, надеюсь вам первый салатик скоростной понравился. Сейчас мы приступаем к приготовлению второго. Поехали. Для начала мы начинаем натирать нашу свеклу на терке. Затем, когда все будет готово, мы сюда добавим мелко нарезанный чеснок. Чтобы удобно было держать свеклу, я ее разделяю на две половинки. Ну, мне так удобнее. Кому как? Ну вот, мы уже почти закончили натирать наш бурчок. Сейчас мы его смешаем с нашими важными ингредиентами, с чесночком и с майонезом. Сейчас осталось буквально парочку раз и готово. Все. Так, стряхиваем аккуратненько. Выбиваем из середины, чтобы ничего не пропало даром. Так, нашу терку убираем. Вот, пожалуйста, свекла готова. Теперь мы начинаем нарезать чесночок для нашей свеклы. Точно так же, как и в первый раз, я делю зубчики чеснока на половинки, разрезаю вдоль, а потом режу очень мелко на маленькие кубики-квадратики. Почти готово. Все, чесночок готов. Можно его немножечко еще подавить, чтобы он пустил сок. Для свеклы это очень важно. Не так, как для морковки, но для свеклы это важно. Смешиваясь с соком свеклы, сок чеснока оказывает дополнительное положительное влияние на наш организм. Так, убираем. Вот, пожалуйста, чесночок у нас уже готов. Теперь, так же, как и в первом салатике, мы берем майонез, добавляем майонез сюда, в нашу свеклу и перемешиваем. Тщательно перемешиваем. Если вы заметили, ни в первом, ни во втором салате я не использую соль, в каком бы это было виде. Пусть то гималайская, горная, пусть то тибетская какая-то, морская или альпийская, или еще какая-то. Нет. Ни там, ни тут я соль не использую. Почему? Потому что, во-первых, так невозможно ощутить. настоящий вкус того, что ты приготовил. А во-вторых, сама соль по себе, она аккумулирует влагу в организме. А для тех, у кого, к примеру, допустим, проблемы с сердечно-сосудистой системой или проблемы с почками, соль желательно, если и использовать в пищу, то по минимуму. А это у нас, как бы сказать, нейтральный скоростной салат, подходящий для всех, без использования соли. Вот. Я не успеваю иногда смотреть в камеру, поэтому у меня бывает так, что тарелка не попадает в кадр. Но это не страшно. Все равно в конце потом покажу. Вот такие вот у нас дела. Так. Готово. Сюда иди. Тебя я съем. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, смотрите. Это у нас салат, скоростной салат, закуска из красной свеклы с чесноком и майонезом. И в первой части видео вы уже увидели точно такую же быструю закуску из моркови с чесноком и майонезом. Вот такие дела. Один из подписчиков, я повторяюсь, повторю еще раз, как-то сказал, ну, все, поехало. Начинал канал как тематику восточных единоборств, айкизюцу и так далее, а скатился в область кулинарных шоу. Но в свое оправдание я могу сказать следующее. Если мы не будем правильно сбалансировано питаться, то, естественно, и восточным единоборствам мы не сможем заниматься. А для того, чтобы правильно заниматься, правильно тренироваться, что? Совершенно верно. Мы должны потреблять в пищу те продукты, те ингредиенты, которые не вызывают ни раздражения желудочно-кишечного тракта, не вызывают каких-либо других побочных действий. Поэтому я считаю, что делиться такими рецептами, тем более легкими, простейшими, на которые даже можно по минимуму потратить буквально 2-3 рубля, можно и даже нужно. Особенно в преддверии новогодних праздников. Как говорится, бюджетный праздничный стол к вашим услугам. В самом первом видео у нас был скоростной салат из белокочанной капусты, куда мы добавили, естественно, саму капусту, уксус, молотый перец. Сейчас у нас быстрая закуска салат из моркови с чесноком и майонезом и салат из красной среклы с чесноком и майонезом, не используя соли. Давайте немножко разнообразить стол, чтобы не хвастаться друг перед другом. Я сделал оливье с яблоками, а я сделал оливье с говядиной, а я сделал оливье с докторской колбасой или с любительской. Оливье это оливье, а разнообразие на праздничном столе никто не отменял. И не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео, поделиться видео с друзьями и оставайтесь с нами. У нас всегда на канале есть что-то интересное и полезное для всех. Всем удачи, с наступающими, пока! Субтитры сделал DimaTorzok